Всем привет! Вы на канале GDNews, и сегодня будет довольно необычное видео. Рекорды в Geometry Dash. Я постарался собрать очень много рекордов, большую часть из которых вы точно не знали. Приятного просмотра! А перед началом хотел бы порекомендовать вам MW, он контентмейкер и хороший гп-шер. Также он проводит коллаб, и осталась одна часть в Neone, за которую он заплатит 100 рублей. Помимо этого он делает гайды по геймплею для новичков и разборы уровней. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании. Спидран. Скоростное прохождение. В Geometry Dash существуют разные спидраны. По официальным уровням, по гаунтлитам, мопакам, пройденным демонам и уровням. Спидраны по официальным уровням делятся на 4 типа. Прохождение всех официальных уровней, то есть 21 уровень, 18 с первого, 14 и 8. Рекорд по прохождению всех официальных уровней поставил французский игрок Exil. На это ему понадобилось 32 минуты и 12 секунд. И если уточнять, то 933 миллисекунды. Ему удалось обогнать тогдашнего лидера Лио Лио с результатом на 5 секунд больше, сделанным месяцем раньше. Exil сэкономил время на уровне Hexagon Force, не попадая на ускорение в некоторых порталах, и на 75% использовав секретный проход. Рекорд был установлен в октябре 2019 года. Но тут нужно уточнить, что есть еще два разделения спидранов. Где уровни проходятся подряд с начального и где уровни проходятся в другом порядке. В правильном порядке все же первым является Лио Лио. В прохождении 18 уровней первым стал Лексикон, канадский игрок, который обогнал другого канадского игрока Тедлингтон на всего 2 секунды. У Лексикона ушло 27 минут 19 секунд. Среди прохождения 18 уровней подряд существует лишь один рекорд. У русского игрока Ice Foddy ему понадобилось 34 минуты 30 секунд 867 миллисекунд. Прохождение 14 уровней. Здесь первенство занимает Скоагого, северо-ирландский игрок. Ему понадобилось 21 минута 2 секунды 267 миллисекунд. Всего на 200 миллисекунд медленнее был Лексикон. Напомню, он стал первым в прохождении 18 уровней. Все 14 уровней подряд быстрее всех прошел игрок из Перу, Рец, за 21 минуту 11 секунд. Переходим к последнему виду. В прохождении 8 уровней первые 2 места вновь взяли Скоагого и Лексикон. Их рекорды отличаются всего на 80 миллисекунд. Вообще, во всем топе этого вида различие во времени всегда менее 100 миллисекунд. Подряд 8 уровней быстрее всех прошел американский игрок Совго, за 12 минут 0 секунд 470 миллисекунд. Также существует тип прохождения с принудительным выходом, который заключается в выходе из игры при прохождении одного уровня. Здесь первое место взял канадский игрок 7H31 11 минут 56 секунд 200 миллисекунд. Также есть спидраны по гаунтлетам и мопакам. Долго перечислять все не буду. В половине из них первое место взял Лексикон. Следующий вид прохождение 5 и 10 любых демонов, кроме официальных. 5 демонов быстрее всех прошел Лукалайзер. За 4 минуты 6 секунд 67 миллисекунд. На 300 миллисекунд медленнее был Гезбро. Чтобы быть быстрее в этом виде прохождений, нужно выбрать самые короткие демоны. А 10 демонов быстрее прошел Аза FTW. За 11 минут 16 секунд. Также есть прохождение 5 и 10 рейтнутых уровней. Тут снова нужно выбирать уровни покороче. 5 рейтнутых уровней быстрее всех прошел Лексикон. Да, опять. А 10 уровней английский игрок Аза FTW. Существуют и такие уровни, в прохождении которых на скорость можно посоревноваться. Таких уровней не так много, но они есть. Moving Obstacles 2 от Самсера. Уровень версии 2.1, оцененный на хард 5 звезд. Его длительность 42 секунды, но пройти можно в разы быстрее, что и сделало несколько игроков. Смысл рекорда заключается в том, чтобы пройти всю карту и оставить большее время. В 2016 году рекорд был установлен French Speed Cuber. Он смог оставить 13,8 секунд. Казалось бы, рекорд установлен, и его нужно зачитать. Но, как оказалось, нет. В первой версии уровня был баг. Таймер мог останавливаться еще до окончания самого уровня. Поэтому его рекорд не был засчитан. Рекорд уже на исправленной версии без этого бага был сделан сразу четырьмя людьми, которые смогли оставить 12 секунд 300 миллисекунд. Это Lucky Gamer, The JQ9, Luxwery и F7718. Также здесь интересен сбор монет. Первую можно собрать, если пройти уровень за 2 секунды, вторую за 6,5 секунд, а третью за 8,5 секунд. Переходим к другому уровню от этого же автора Самсера под названием 60 Seconds. Прохождение заключается в том, чтобы одним контроллером двигать кубик вперед удерживанием клавиши, а пробелом прыгать. Пройти уровень больше, чем за минуту нельзя, но быстрее можно. Рекорды на этом уровне устанавливало не так много людей. Сразу рекорд установил игрок Sketchet. У него осталось 25,2 секунды. Но все дело было в небольшой ошибке Самсера. Ведь тогда можно было пропустить часть с пилами в середине уровня. Рекорд на исправленной версии установил все тот же Fretch. Ему понадобилось 30,7 секунд. То есть осталось 29,3. И снова интересен сбор монет. Каждые 6 секунд сэкономленного времени приносит одну монету. А чтобы получить все три монеты, нужно пройти уровень не более, чем за 42 секунды. Приквел уровня Moving Obstacles 2 под названием Moving Obstacles также можно пройти на время. Хотя это делало очень маленькое количество игроков. Уровень длится всего 24 секунды и сделан был в версии 1,9. Рекорд принадлежит игроку Carlos. Он оставил 12,1 секунды. Master Game. Мини-игра с сюжетом и боссом от Serponja. Этот уровень можно пройти по-разному. Используя специальный пароль, который влияет на начало уровня. И не используя. Не используя, но начиная с других процентов, рекорд установил американский игрок Noob. Ему понадобилось 2 минуты 33 секунды. А использовал специальный пароль KG3. У него ушло 2 минуты 12 секунд 712 миллисекунд. Также можно использовать пароль, не влияющий на проценты. Здесь первым стал игрок Noob Nigen из Южной Кореи. У него ушло 2 минуты 37 секунд 590 миллисекунд. А на 2 секунды медленнее был игрок Noob, который отличился в прохождении с влияющим паролем. Из серии уровней Alter Game есть два уровня, которые проходили на время. Это 18 и 11 часть. В 11 части нужно управлять квадратом, который может двигаться в четырех направлениях и обходить ловушки. Здесь есть два разделения в рекордах. Со всеми монетами и без. Ведь для их сбора нужно постараться. Без них первым стал опять же игрок Noob. Ему понадобилось всего 43 секунды. Он стал вторым и в рекордах с прохождением со всеми монетами. А первым стал игрок Jinho, у которого ушла 1 минута 8 секунд. В 18 части Alter Game нужно управлять кубом с помощью поворотов по или против часовой стрелки. Здесь первым стал Noob, да опять. Ему понадобилось 37 секунд 900 миллисекунд. А Серпонш, автор уровня, официально в топ не входит. Хотя должен был встать на третье место, ведь перепрошел этот уровень за 42 секунды. В этом типе рекордов будет немного. Так как многие из них слишком известны. По типу Viprin имеет больше всего креатор поинтов. GKNK98 набрал 2100 звезд за 9 часов. Предыдущий рекорд принадлежал Кулдэшу с результатом 1600 звезд. Аза FTW установил рекорд по количеству пройденных демонов. Ему удалось пройти 102 демона за 9 часов. Он проходил только демоны, которые действительно заслуживают такой оценки. И проходил только непройденное ранее. Мичиган держался на первом месте в топе по звездам больше всех. Затем его обогнал Шегги 23. Самое большое количество демонов у Смифи 777. Более 2800 демонов. Рекорд по количеству предметов, выпавших из маленького сундука. Конечно сказать точно какой максимум может быть сложно. Больше четырех алмазов выпустить точно не может. А на этом моменте вы видите один из самых больших рекордов. Да, есть даже и такие рекорды. На стерео Мэднесе рекорд поставил Эклипст. Он прошел этот уровень всего за 24 клика. На это ему понадобилось 540 попыток. На уровне Бэкон Трэк рекорд 33 клика. Установил его Хексагон ГД. Ему понадобилось 700 попыток. На Клаб Стэпе рекорд 115 кликов. Его установил Элиас. На Дэд Локете рекорд 189 кликов. Его установил Эрвикс. Уровень Ретрей за 13 кликов прошел вновь Хексагон ГД. А можно сделать и очень большое количество кликов. Мировой рекорд у Кирилл Поли. 1250 кликов. В этом типе рекордов их будет очень много. Конечно, добавить все достаточно проблематично. Но я попытался вместить достаточное количество. Самый короткий демон в игре. Принято считать одним из самых коротких демонов каварету с длительностью в 49 секунд. Немногие знают, что Изи Демон Стар Чейзер от диспа длится 46 секунд. То есть является самым коротким Изи Демоном. Но есть демон, который длится 42 секунды. Speed Core от Xenix. Insane Demon. Уровень, который оценили спустя самое короткое время. Magnix от SC Plants. На это ушло всего 2 минуты. Но креатор, видимо, удалил уровень. Его восстановил Атомик и верифицировал. Затем выложил на своем аккаунте. Самое большое количество объектов в задекорированном уровне. True Values of Life. 851 тысяча объектов. Самый задизлайканный уровень. Не только оцененный. Titan Channel NENC. Более 56 тысяч дизлайков. К нему, кстати, был применен дизлайк-бот. Самым залайканным комментарием является комментарий от робтопа. Более 70 тысяч лайков. Но это не точно. Самый короткий, оцененный уровень. X-Mass Challenge. 12 секунд. Самое большое количество убитых иконок на заднем плане в главном меню. Grenada 333. 36 тысяч иконок. Уровень, имеющий самое большое количество комментариев. Nine Circles. Более 45 тысяч комментариев. Самое большое количество изменений форм персонажа в уровне Blast Furnace. Более 150. Самое большое количество оцененных уровней с официальной музыкой. С музыкой Theory of Everphine 256 и с музыкой из Fingerdash. 10. Самый залайканный пост у Мичигана. 570 тысяч лайков. А вот так выглядел самый первый комментарий в истории Geometry Dash. Самое большое количество ключей имеет Pepper 360. Более 9600. Самая неиспользуемая музыка в ГД. Aerion Monkey. Она используется лишь в одном уровне в игре. Причем неоцененном. Circle от Gioni. Самое быстрое время, которое понадобилось игроку на прохождение экстрим-демона с самого начала игры. Zuprim начал играть в октябре 2019 года. Уже в феврале 2020-го он прошел свой первый экстрим-демон Niflame. А сейчас проходит Glowy. Также на его счету такие экстремальные демоны, как Bloodbuff, Wavebreaker и Infernal Abyss. Самое большое количество креатор-поинтов у креатора из русского комьюнити. Nexander на данный момент имеет 77 креатор-поинтов. Самое большое количество объектов в оцененном уровне. Freedom08. 378 тысяч объектов. Самое большое количество рейтов за день. Более 60. Это произошло в ноябре 2019 года. Самым задизлайканным постом является пост JZor. Более 137 тысяч дизлайков. Самая используемая музыка среди рейтнутых уровней. X-Trouler Supernova. 95 оцененных уровней. Самый короткий уровень в моппаке. Golden Club. 35 секунд. Он находится в моппаке Rubipark. Самое большое количество сэндов. 32. Столько раз модераторы отправляли уровень Time to be a Waysom от Filaret. Самое большое количество достижений в статистике аккаунта за раз у Каттаха. 80 тысяч звезд. 45 тысяч алмазов. 2400 демонов. 50 экстрим демонов. И 10 тысяч монет. Самый короткий оцененный на Найн Серклс уровень. Fractured Circles от Артемеля. 47 секунд. Самый сложный челлендж. Wary Sabo Challenge от Bo Iwumi. На его проверку понадобилось более полутора лет. И 335 тысяч попыток. Самый длинный лейаут с использованием функций версии 2.2. Endless от K76. Его длительность 4 минуты 20 секунд. Самым быстрым экстрим демоном является Speedrun от Kaito. Уровень, который обновляли больше всего раз. Area E1 от Тигрысика. На данный момент у него 126 обновлений. Также очень немногочисленная группа рекордов. Самый старый уровень в топе. Bloodbuff. Он держится в этом списке уже почти 5 лет. Sonic Wave, Killbot, Hatred, Conical Depression, Aftermath, Каварета. Это уровни и стопа, которые не имеют фичур. Каварета. Самый короткий уровень в топе. 49 секунд. Freedom Zero 8. Уровень с самым большим количеством объектов в топе. Как я говорил ранее, 378 тысяч объектов. И снова. В этом виде рекордов будет не так много. Я попытался добавить сюда только самое малоизвестное. Вонтер первым в мире прошел уровень Nova Circles от Vargaka, который был проверен щитами. Удивительно, что Вонтеру понадобилось на это всего несколько часов и тысяча попыток. Уровень он считает примерно Insane Demon. Что удивительно, ведь когда-то его считали не очень возможным. Cold Dash первым в мире легитно набрал миллион орбов. Это произошло в январе 2018 года. Он стал одним из первых, если не самым первым. Он же первым собрал 2 миллиона орбов в августе 2018 года. А первым в мире 3 миллиона орбов набрал Pepper 360 в феврале 2019 года. Причем до этого он потратил орбы на покупку всего магазина. Он же собрал и 4 миллиона орбов первым в августе 2019 года. В данный момент у него более 4 миллионов 800 тысяч орбов. В скором времени он наберет 5 миллионов первым. Первый демон ремейк Nine Circles, Fairy Dust от Super Pizza Luigi, был выложен спустя 40 дней после выхода оригинального Nine Circles. Первый игрок, который прошел все Nine Circles уровни, сложностью демон, Riot. Первым в русском комьюнити 100 тысяч звезд набрал украинский игрок Stickman. Существует вид так называемых прохождений уровней на других скоростях. И это, конечно же, усложняет игру. Поэтому выделим в отдельную часть такие прохождения. В апреле 2018 года Миттиус с помощью спидхака смог пройти Stereo Madness на скорости 300%, то есть ускоренный в 3 раза. На это ему понадобилось 2500 попыток. Он же через год прошел Electrodynamics на скорости 200%. Он же прошел многие другие официальные уровни на больших скоростях. Фингердэш, ускоренные в 2 раза прошли Dash Deluxe и Sunix. Миттиус смог пройти Дедлокет на скорости 180%, и ему понадобилось 300 попыток. Он же проходил такие демоны, как The Nightmare и The Lighting Road на скорости 200%. В отдельную рубрику я решил выделить самые сложные и самые простые уровни каждой сложности. Самый сложный авто – Auto Dragon. Самый сложный изи на 2 звезды – X-Math Challenge. Самый сложный нормал на 3 звезды – Beautiful Eyes. Самый сложный хард на 4 звезды – Illuminati. Кстати, этот уровень был в видео про баги в уровнях, рекомендую посмотреть. Самый сложный хард на 5 звезд – Don't Rate This Level. Самый сложный хардер на 6 звезд – Fake A Doom. Самый сложный хардер на 7 звезд – Regret Cave. Этот уровень также был в видео про баги в уровнях. Самый сложный инсейн на 8 звезд – Dub Core. Самый сложный инсейн на 9 звезд – Super Sonic версия 2. Ну и конечно же логично, что самый сложный демон – Tartarus. Самый простой изи – Retrain. Самый простой нормал – Level Easy. Самый простой хард на 4 звезды – Flappy Hexagon. Самый простой хард на 5 звезд – Outer Space. Самый простой хардер на 6 звезд – Flappy UFO. Самый простой хардер на 7 звезд – 8 Jumper. Самый простой инсейн на 8 звезд – Dora Bio Basic 10. Самый простой инсейн на 9 звезд – Flappy Hexagon. Ну и конечно же самый простой демон – это либо The Lighting Road, либо The Nightmare. Сейчас я расскажу вам только о рекордах на основных невозможных и полу-невозможных уровнях. Если вы захотите отдельное видео на эту тему, то пишите об этом в комментариях. Silent Circles от Carilica и Silent. Здесь рекорд принадлежит Memonfair. Он установил рекорд 23%. Сокупен Circles. Уровень, выложенный Mac 24. Но многие проходят версию Экзена. На этом уровне мировой рекорд принадлежит русскому игроку Крайдексу. Он установил 52%. На тот момент у него было более 120 тысяч попыток. Theory of Silent от The Chaotic. Мировой рекорд на нем установил Hecwinox, а именно 37%. Silent Clubstep. Уровень от Silent, который был пройден со спидхаком. Мировой рекорд принадлежит нескольким людям, Вернаму и игроку Error. Они установили на нем 8%. Death and Theme от GeoNinja. На нем рекорд был установлен Hecwinoxом, 31%. Уровень Critical Error от Pringles. На нем мировой рекорд установил Hecwinox, 32%. Satanic Clubstep от Spitfire. На нем установил мировой рекорд Eiruni, 72%. На данный момент крупнейшим мега-коллабом по количеству участников является Vortex of Time. В нем поучаствовало 100 человек. Летом начнет строиться коллаб, хост которого Элиас, и в нем поучаствуют 1000 человек. И еще один факт, который мне некуда было вставить. Джей Зор установил рекорд. Суть того, что он сделал, заключается в том, чтобы во всех официальных уровнях умирать в первом же месте, ничего не делая. И сделать это нужно со всеми уровнями. Джей Зору на это понадобилось 1 минута 10 секунд 766 миллисекунд. Это один из тех рекордов, в который не особо сложно побить. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. На него у меня ушло очень много времени. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok